LOT – крупнейшая авиакомпания Польши. Один из старейших ныне действующих воздушных перевозчиков. Официальное название – полский линий лотник с LOTSA. Код по AAT, LO, код по IKA, LOT, позывной, LOT, штаб-квартира, Варшава, базовый аэропорт, имени Фредерика Шопена, Варшава, авиационный альянс, старо-лаянный слоган, TY-знак засоскирунг, ты определяешь направление, интернет-сайт. Авиакомпания «Азиана Аэрлайнс» официальный сайт на русском адрес UL. Комитету о броне роботника У-43-02-146 Уорса, Полент, Телефон, Плюс 48-22-577-77-55. Звонить в рабочие дни с 9 часов до 17 часов, e-mail, lot, нижнее подчеркивание, info, собака, lot.pl. Компания была основана 29 сентября 1928 года. В этот день правительство решило объединить аэролот, работал с 1922 года, и аэро – с 1925 года. Авиакомпания «Чайна Истерн Аэрлайнс» официальный сайт 1 января 1929 года были запущены первые собственные рейсы польских авиалиний, в дополнение к тем, на которых работали аэролот и аэро. Это были маршруты из Варшавы в Быдгуще-Катавицы, которые выполнялись на самолетах Джанкерс F-13 и Фоккер F-7. В 1930 году после согласований с IAT и началось выполнение международных рейсов в Бухарист, а затем – в Берлин, Афины, Бейрут, Хельсинки, Рим и другие города. Факт. Сейчас 99,82% акций принадлежит польскому казначейству, 0,144% – компанией TFS Selsia, оставшейся 0,36% – некоторым действующим и бывшим сотрудникам компании. Элоти продолжает развиваться, активно открывая новые для себя направления и приобретая воздушные суда различных классов. Действуют код-шеринговые соглашения с десятками авиакомпаний со всего мира, включая российский аэрофлот. Авиакомпания ViewLink Airlines официальный сайт-лот авиакомпания позволяет проходить эту процедуру различными способами. В аэропорту. Начинается за 2, 3 или 23 часа до вылета рейса по расписанию. Минимальный срок – 30, 35, 40, 45 или 60 минут. Время в обоих случаях зависит от аэропорта вылета и продолжительности рейса. Через интернет. Онлайн-чек-ин производится на специальной страничке официального сайта авиакомпании Элоти. Максимальный срок – 36 часов до вылета. Нужно выбрать аэропорт вылета, ввести фамилию пассажира и данные регистрации, либо номер билета и фамилию пассажира. После успешного прохождения процедуры пассажир получает возможность распечатать посадочный талон. Либо же, по его желанию, авиакомпания вышлет ссылку в СМС-сообщении. Перейдя по ней, можно скачать посадочный талон на мобильный телефон, в этом случае его нет нужды печатать и документ всегда будет с собой. При помощи автомата в аэропорту Шопена. Нужно ввести на клавиатуре имя, фамилию и код бронирования. Машина выдаст посадочный талон. Остается сдать багаж, при наличии, на стойке. Автоматически. Нужно лишь при покупке билета поставить галочку в специальном поле или не позднее, чем за 25 часов до вылета рейса по расписанию, обратиться в колл-центр и изъявить такое желание. Система зарегистрирует пассажира сама и вышлет ему посадочный талон на e-mail или по СМС. Важно, услуга недоступна на рейсах, вылетающих из Румынии, Великобритании, России, США, Канады, Китая, Японии, а также в других случаях, если нужно вводить паспортные данные пассажира, например, при рейсе из страны, которая не входит в Шенгенскую зону. LAT предлагает множество вариантов стыковочных рейсов. В качестве транзитного пункта используется Варшавский аэропорт имени Фредерика Шопена, который был дополнительно переоборудован для ускорения и облегчения пересадок. Минимальное время стыковки составляет 30, 35 или 40 минут, в зависимости от аэропорта, из которого пассажир прибыл. В базовом тарифе, экономи симпл, возможность перевести багаж на внутренних и международных рейсах по Европе, а также на Ближний Восток и в Северную Африку, равно как и в обратном направлении, отсутствует, можно взять только одно место ручной клади весом до 8 килограмм. Максимальный размер – 55 умножить на 40 умножить на 23 сантиметра. Но на межконтинентальных рейсах регистрируемый багаж входит в цену любого билета. Количество и вес зависят от тарифа. Это один, два либо три места, каждое из которых не превышает 23 или 32 килограмма. Если пассажир купил билет без багажа, позже он может оплатить возможность провоза через официальный сайт или контакт-центр компании, за 80 польских злотых, 21 доллар США, 28 канадских долларов, 20 евро, 2400 японских йен или 24300 корейских вон звездочка в одну сторону. В противном случае, уже на стойке регистрации, это будет стоить уже по тарифу сверхнормативного багажа, то есть намного дороже. Лот авиакомпания кормит своих пассажиров на всех рейсах. Тип питания зависит от класса обслуживания, экономический, либо бизнес, и продолжительности полета. В частности, согласно правилам, на рейсах продолжительностью менее 6 часов пассажиры экономического и премиального экономического классов получают лишь небольшую закуску. Однако у них есть возможность на борту приобрести еду и напитки из меню Элотти Гормет. Один взрослый возрастом минимум 16 лет может перевозить с собой максимум двух младенцев единовременно. Проезд первого оплачивается по тарифу 10%, без предоставления дополнительного места, второго – 33%, он обязательно занимает место рядом со взрослым. Пассажиры, которые путешествуют на самолетах Boeing Minus 787 Dreamliner с детьми, вес которых не превышает 10 кг, могут заказать люльку. Специальное детское меню, детское молоко, фруктовое и овощное пюре, мясо – все производство компании Gerber – предоставляется для всех пассажиров бизнес-класса, а также в экономе, для тех, кто летит дальними рейсами из Тель-Авив. Сейчас в авиапарке компании Элотти находится 59 самолетов следующих моделей. Boeing Minus 737 различных модификаций. Boeing Minus 787 Dreamliner. Dehavill and Canada DHC-8 Dash 8. Embraer AirJ Minus 170-175. Embraer AirJ-190. Все воздушные суда выполнены в двух- или трехклассной компоновке. Средний возраст самолетов составляет 8,2 года, что является не лучшим, но очень неплохим показателем на сегодняшний день. Самым старым является 22-летний Boeing 737-400S PL-LE, наиболее свежими – Boeing 787-9 Dreamliner SPLSC и Boeing 737MAX-8 SPLVC, они были построены и доставлены в Элотти в июне 2018 года. Главный аэропорт Варшавы, который носит имя Фредерика Шопена. Он очень удобно расположен, в черте города, что важно для тех пассажиров, которые путешествуют в столицу Польши, или из нее, другим транспортом, кроме воздушного. Эконом-класс. Saver. Провоз только 8 килограмм ручной клади и легкая закуска. Обмен и возврат невозможен. Стандарт. Дополнительно одно место багажа, 23 килограмма, возможность выбора места, бесплатно, и обмена, с доплатой, Флекс, дополнительные мили, возврат и обмен, за отдельную оплату. Премиальный экономический класс. Семифлекс, два места багажа по 23 килограмма и быстрое его получение. Премиум питание. Быстрый контроль авиабезопасности. Право сесть в салон вне очереди. Возможность пользоваться бизнес-залом аэропорта, Фулл Эльфлекс, на 25% больше мили и возможность возврата денег за билет без удержаний. Бизнес-класс. Включает особое бизнес-меню. Два места ручной клади по 9 килограмм и два места багажа по 32 килограмма. Кресло рядом будет свободно. Возврат и обмен, с доплатой. Обратите внимание. Такая градация по классам применяется на коротких рейсах внутри Европы. На дальних направлениях деления и услуги, включенные в тарифы, могут быть другими. 83 пункта назначения в Европе, включая внутренние рейсы по Польше, Северной Америке, США, Канаде, на Ближнем Востоке и в Азии, включая Пекин и Токио. Количество направлений постоянно растет. Так, например, ЛОТ активно развивает для себя рынок Украины, 6 городов. На заметку. Что же касается России, на данный момент польский авиаперевозчик летает только из Москвы, аэропорты Шереметьево и Домодедово, и Санкт-Петербург. В обоих столицах нашей страны имеются представительства. У компании нет своей программы для часто летающих путешественников. Пассажиры, как и в случае с другими перевозчиками-членами Старо Лоянос, получают мили Майлес и Мор. ЛОТ – польский национальный авиаперевозчик, который принадлежит государству. Он привлекает клиентам к качественным сервисам, а также прекрасной географии, можно совершать полеты почти на любой континент, через Варшаву. У ЛОТ – польский аэрлайн с официальной сайта очень удобен и понятен. Есть и версия на русском языке. Звездочка цена указана по состоянию на июль 2018.